Здравствуйте! На канале Деснат-ТВ новости в студии работает Алина Сазонтова. 21 января в Центральной библиотеке города прошла стратегическая сессия разработка дизайн-кода города. Это новый проект Агентства стратегических инициатив, главный вопрос которого – как наш город должен выглядеть. У нас есть задание на то, чтобы формировать некий дизайн-код, условно его назовем, то, как какие-то определенные правила визуальные должны быть приняты в городе, которые станут частью вашей программы устройства. Какая основная специфика Десногорска в сравнении с другими атомными городами? Какие возможны варианты общих цветовых оформлений города? Как сделать навигацию в нем удобной и понятной как для горожан, так и для туристов? Об этом организаторы семинара решили спросить у самих горожан, сотрудников муниципальных предприятий и инициативных жителей. Город смотрится серым. Я не хочу сказать, что тут нужно сделать павлина из нашего города, но может какие-то рисунки на домах сделать, посмотреть, разноцветные, какую-то символику может быть. То, что мы, слава богу, до нас дошло, надо сохранять, это наша история. Не надо все штукатуркой заделывать и рисовать, грубо говоря, граффити какие-то. А если есть в нашем городе такие места, просто нужно приводить в порядок. Всего будет проведено несколько подобных сессий. Дизайн-группе предстоит услышать мнение о городе, также и представителей бизнеса, и молодежи. Вся собранная информация поможет прийти к первому этапу проекта – разработке черновых эскизов, которые также пройдут через публичные обсуждения. А окончательное принятие дизайн-кода Десногорска планируется в сентябре текущего года. И финализировать мы будем уже вместе с администрацией, когда администрация должна принять некие правила благоустройства, вот эти визуальные правила того, как должен выглядеть город. Подобные решения этой дизайн-группой уже были воплощены в городе Рыбинске, Ярославской области. Все информационные конструкции удалось привести к единому стилю, а именно к дореволюционному написанию. Это стало отсылкой к многовековой истории города. Первое, что бросается в глаза, когда оказываешься в Рыбинске – единый архитектурный стиль в историческом центре. Обратите внимание на вывески с названиями магазинов. И теперь все жители Рыбинска, а также туристы, могут окунуться в атмосферу дореволюционной эпохи. Алексей Островский внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности. В частности, поправки коснулись смолян в возрасте 65+. Согласно тексту документа, вступившего в силу 21 января, Фондом социального страхования России по 4 февраля будут пролонгированы выплаты пособий по временной нетрудоспособности жителям региона. Речь идет о предоставлении таких выплат лицам в возрасте 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции и непривлекаемым работодателям к очному выполнению служебных обязанностей. Остальные ограничительные мероприятия продолжают действовать на территории области. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok